для того чтобы нам сдать экзамены по русскому языку нам нужно подготовиться как для этого готовится я рассказал предыдущем видео ну и сейчас немного повторюсь как для того чтобы подать заявку на участие в экзамене на вы же нам необходимо будет лично приехать в институт где буду сдавать либо же онлайн можно скачать образцы заявления либо же там заполнить образцы заявления заплатить государственную пошлину ну и собственно говоря остаться для сдачи экзамена вот все это делается в день сдачи экзамена то есть тот институт где я буду сдавать это будет либо во вторник либо в четверг вот соответственно все люди которые собираются сдавать в других учебных заведениях они могут непосредственно там узнать когда работает аттестационная комиссия как именно проходят экзамены ну и как бы самое интересное то что типовой экзамен то есть в принципе вопросы идентичные одинаковые повторяющиеся поэтому что для уже что для рвп что для гражданства у них существует одна общая стандартная форма ссылку на эту форму я оставлю в описании вы можете скачать собственно говоря изучив данный материал подготовиться к сдаче экзамена ничего сложного там нет бог буквально в пределах часа двух можно полностью проштудировать все эти вопросы там есть вопрос юридического характера вопрос исторические вопросы по конституции вопросы по правописанию вопросы по произношению в общем в принципе полностью подготовиться к этому экзамену не составит особо никакого труда вот далее можно будет без всяких проблем сдать этот экзамен подождать некоторое время ну и собственно говоря проверить нужно ли вам что-то пересдавать или нет все ли у вас получилось в общем поехали здравствуйте вы позвонили центр языкового тестирования института русского языка имени александра сергеевича пушкина по вопросам записи на экзамен центр тестирования здравствуйте здравствуйте хотелось бы записаться на 21 число куда записаться на тестирование конкретнее но уже на жительство на какое число говорится на 21 четверг можете приходить без предварительной записи к 10 00 собой возьмите паспорт копию паспорта копию штампа рвп и наличные 5 300 это заверенное должно быть или нет копия копия обычно а просто скопировала и все да хорошо назначенный день в назначенное время я пришел для сдачи экзамена всего сдавало два человека и о чудо теперь не нужно было сдавать письменные тесты пришлось сдавать пару письменных тестов и остальное все время мы провели за тестированием на компьютере это намного упростило всю задачу по сдаче экзамена и теперь это период можно было сократить то есть ну можно было никого не ждать при каждом так скажем при каждой части сдачи экзамена когда мы сдавали в прошлый раз мы ждали ну людей которые не успевали дописать вот поэтому за компьютером было намного проще отвечать и тестироваться и весь экзамен занял не три часа как раньше а всего лишь навсего два часа вот сразу скажу что там снимать нельзя было фотографировать тоже нельзя было противном случае если бы по камерам увидели что мы снимаем либо там какие-то документы фотографируем сразу бы экзамен был аннулирован то есть нам бы пришлось сдавать все заново при сдаче я предоставил свои документы ксерокопии и оригиналы записали мои данные затем мне выдали вот такой вот чек об оплате из которого ясно что я заплатил за экзамен и меня допустили к экзамену после чего спустя два часа я туда вышел нам нужно было ждать еще сутки для того чтобы узнать сдали мы или нет но поскольку было всего лишь на все два человека которые сдавали нам сказали сразу что мы сдали единственное что официально сдали мы или нет в таблице мы будем проверять в течение суток и буквально там в понедельник уже можно будет прийти забрать эти самые свидетельства заполненные если будет забирать сторонний человек какой-то то сказали нужно будет доверенность доверенность на этого человека оформляется там же где и в принципе сдача экзамена идет либо у нотариуса можно сделать доверенность и потом чтобы этот человек получил там которому вы доверяете получение вашего сертификата вот в принципе и все все ссылки будут в описании единственное что не пытайтесь ходить на сайты и искать варианты ответов у каждого института у каждого учебного заведения свои варианты ответов я привожу лишь только тот вариант который предоставил со мне то есть ну тот институт в котором я сдавал он предоставляет общие знания у них есть общий конспект по которому стоит готовиться и соблюдая этот конспект вы легко сдадите экзамен поэтому можете прочитать его вспомнить освежить свои здания знания по истории если вы будете сдавать другому чем на заведении вам лучше подготовиться по их методичкам всем пока спасибо за интерес за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии